Друзья, всем огромный привет с возвращением на мой канал! С вами снова Катя. Мы продолжаем сегодня говорить об очищении кожи. Очень важная тема, на мой взгляд, просто для любого типа кожи. В прошлый раз, если вы помните, я рассказывала о различных павах, о том, являются ли они опасными или нет, как подобрать очищающие средства по типу кожи и также, как правильно стоит умываться. Но сегодня хочу с вами поделиться моими любимыми очищающими средствами для второго этапа очищения, которые являются невероятно мягкими и подойдут для разных типов кожи. Кстати, почти все средства, которые я сегодня буду показывать, за исключением одного, являются вполне бюджетными и стоят где-то до 20 долларов. Прежде чем мы начнем, хочу сказать, что такие мягкие очищающие средства чаще всего не нацелены на снятие макияжа. То есть, это то, что используется на втором этапе очищения, либо после гидрофильного масла, либо бальзама, либо после мицеллярной воды. Пару дней назад, как раз-таки, в прямом эфире в инстаграме я отвечала на ваши вопросы. Мы там говорили о мицеллярной воде, о гидрофильных маслах, кому они лучше подойдут, как быть жирной и проблемной кожей с гидрофильными маслами. Я этот эфир, конечно же, сохранила, но здесь, на канале, на ютюбе, тоже обязательно будет отдельное видео о гидрофильных маслах. Сегодня мы разберем, конечно, составы средств, посмотрим, какие павы находятся, какие дополнительные полезные ингредиенты находятся в этих очищающих средствах. Ну и, конечно, я поделюсь своим опытом. Давайте начнем с самых мягких очищающих средств, которые я когда-либо пробовала. По сути, это такие кремообразные текстуры, которые абсолютно не пенятся. Это такой легкий крем, которым вы умываетесь. Далеко не все, конечно, любят такие кремообразные продукты использовать, поэтому чуть позже я еще поговорю о более пенящихся продуктах. Но, чтобы вы понимали, такие не пенящиеся кремообразные средства лучше подойдут для кожи севодефицитной. То есть, кожи, у которой есть недостаток выработки кожного жира или себума. Чаще всего такое происходит с возрастом. Ну и такие средства еще подойдут к коже, у которой есть какая-то чувствительность, раздражительность и при, например, ретиноидом дерматите. Одной из самых любимых таких кремообразных средств для меня всегда остается крем очищающий от бренда CeraVe. Он называется Hydrating Facial Cleanser, то есть тот, который как раз-таки подходит для нормальной и сухой кожи. За все время я, наверное, покупала его раз пять. И до сих пор его очень люблю и рекомендую, но просто у меня в уходе достаточно большое количество косметики. И пробую постоянно что-то новое, поэтому в данный момент в моем уходе я его не использую. Как обычно, когда анализируем с вами разные продукты для очищения, сначала смотрим на его pH. У него pH 5,5. Это абсолютно нормальный, хороший, сбалансированный pH для очищающего средства. О уровне pH я говорила также в предыдущем видео. Говорила о том, как его можно определить и какой он должен быть в очищающих средствах. Поэтому обязательно посмотрите это видео. Если доглянуть состав, то здесь находятся два неиногенных пава. Это те павы, которые подавляют образование пены и являются самыми мягкими для нашей кожи. Они, к тому же, находятся далеко не в начале списка. Это нам говорит о том, что их не так много в этом очищающем средстве. Из дополнительных ингредиентов здесь вначале уже есть глицерин. Это очень хорошо с точки зрения увлажнения кожи. Но и также есть очень хороший набор для нашего липидного барьера. Здесь есть целая группа керамидов. Не один, а три разных вида керамиды. Еще есть холестерол. Все эти элементы являются составляющей нашего натурального липидного барьера. Мы знаем, что когда мы умываемся, и некоторые павы могут смывать не только загрязнение на коже, но и вымывать вот эти липиды и увлажняющие такие компоненты из нашей кожи. И хорошо, когда они есть уже в вашем очищающем средстве. В первую очередь, это средство подойдет сухой возрастной коже, потому что, в принципе, с возрастом наша кожа теряет керамиды. Она уже не так может и хорошо вырабатывать, и холестерол в том числе. Поэтому, если есть дополнительные вот эти ингредиенты в вашем уходе, и в том числе в очищающем средстве, это очень хорошо. Я бы еще сказала, что эта умывалка еще подойдет для поврежденной и чувствительной кожи. Там, где вам не нужно сверх очищения, у вас кожа не сильно жирнится, и при этом нужно максимально деликатное, что ли, очищение. Как вы помните, у меня кожа склонная к жирности, но я с удовольствием использовала это средство на втором этапе умывания, то есть после гидрофильного бальзама, и у меня не было абсолютно никаких проблем. Очень важно сказать, что кожа склонная к жирности, так же, как и кожа склонная к сухости, может иметь такой спектр. То есть вы можете обладать либо очень жирной кожей, которая в течение дня очень быстро жирнится, либо вы можете быть, как я, и иметь, ну, если так условно говорить, более нормальную кожу. Хотя нормального типа кожи не существует, по официальной классификации есть либо себопрофицитная, либо себодефицитная кожа. Это я к тому, что это очищающее средство всё-таки подойдёт к коже, которая, возможно, слегка жирнится. То есть если у вас очень жирная кожа, то оно, скорее всего, не подойдёт. Я довольно детально рассказываю вам обо всех продуктах, чтобы вы максимально точно смогли что-ли подобрать для себя то или иное средство. Потому что я очень люблю, когда я или вы покупаете средство, и оно совершенно вам не подходит. Поэтому лучше потратить немножко времени, подобрать правильно средство для того, чтобы с удовольствием потом пользоваться. Следующий мой любимый продукт – это очищающий крем, который я покупала не один раз и пользовалась им довольно-таки долгое время, от бренда La Roche-Posay из их линейки Tolerant, которая называется Hydrating Gentle Cleanser. По ощущениям, это средство очень похоже на очищающий крем от CeraVie, точно так же абсолютно не пенится, и у них даже одинаковый pH 5.5. Оно также является достаточно бюджетным. Я покупала вот такие большие упаковки с помпой, очень было удобно даже пользоваться, когда есть помпового очищающего средства, его достаточно надолго хватало. По сути, здесь есть только один активный паф, который называется Coco Bitain, и все, что имеет в конце битаин, мы знаем, относится к амфотерным пафам. Это очень мягкий паф, и мы, как всегда, еще смотрим на дополнительные смягчающие ингредиенты. Здесь есть глицерин, что хорошо, есть также один вид керамида, в CeraVie их три, напомню вам, и есть еще пантенол и нецинамид. Все эти ингредиенты делают его очень подходящим для, опять же, сухой возрастной кожи, кожи, может быть, слегка жирной для второго этапа очищения, либо для утреннего умывания. Если все-таки сравнивать его с кремом от CeraVie, то мне кажется, CeraVie немножко более богатый по составу, да, именно с точки зрения вот этих физиологических липидов в составе. Но, в принципе, они оба очень похожи и достойны, и оба запросто могу рекомендовать. Дальше у меня для вас тоже не пенящиеся средства, очень деликатное, но которое подойдет в том числе и проблемной коже. Я говорю о вот таком очищающем средстве от бренда Pixie, которое называется Clarity Cleanser. Я купила целую линейку от бренда Pixie для проблемной кожи, мне не все средства понравились, и, в принципе, вы часто спрашиваете меня про этот бренд, я к нему неоднозначно отношусь. Я попробовала достаточно много средств, но мне мало что пока понравилось. Но вот это очищающее средство мне понравилось, как вы видите, по такой уже пустой практически упаковке, потому что оно, с одной стороны, дает мягкое очищение, с другой стороны, опять же, подойдет проблемной коже. Я не нашла информацию на официальном сайте у PH этого средства, но сама провела дома на лакмусовой такой бумажке. Конечно, это не самый показательный тест, но все-таки дает приблизительное понимание, что, например, здесь PH от 5 до 6, и это, в принципе, нормально. Если заглянуть в состав, то здесь три пава, и это хорошо для кожи, такой склонной к жирности больше. Причем эти павы два неиногенных, которые подавляют образование пены, и один амфотерный, который является очень мягким. И, в принципе, если посмотреть на состав целиком, то он очень богатый. Тут есть и глицерин, и импантенол, есть различные экстракты, экстракт лакрицы, который имеет такие успокаивающие свойства. Есть и сок алои, и пробиотики, но с точки зрения проблем на коже здесь есть, конечно, совершенно небольшое количество экстракта и бобой коры, который является такой, ну, что ли, природной формой биочей кислоты. В составе есть еще гликолевая и молочная кислоты, но их там совсем мало, пиечни подходящие, поэтому они больше играют такую роль, что ли, увлажняющие. И, кстати, есть еще здесь и два типа энзимов, что очень хорошо, опять же, для проблемной кожи, для такой легкой эксфолиации. Я энзимы, например, очень люблю и в обычных кремах, и в энзимных пудрах. Единственный, наверное, негативный момент этого средства в том, что у него такой, ну, не очень однозначный запах и аромат. Там нет каких-то одушек, там море экстрактов, но я просто знаю, что многим он очень не нравится. Я как-то спокойно к этому отношусь, для меня, например, хуже, когда я чувствую сильную парфюмированную такую одушку, как будто я какие-то духи парфюм наношу на лицо, мне это не очень нравится. Но когда запах натуральный, различных экстрактов, такой растительный, то я ничего против этого не имею. И да, наверное, у вас будет вопрос, и в этом средстве есть небольшое количество кокосового масла. Оно имеет высокий комедогенный рейтинг, поэтому для проблемной кожи не рекомендуется. Но важно учитывать, какое количество комедогенного ингредиента содержится в средстве. Здесь его совсем немало, и это очищающее средство, и в нем есть павы, которые хорошо все смывают. Поэтому, думаю, бояться его совершенно не стоит. Подводя итог, это средство лучше подойдет для склонной к жирности и проблемной кожи. Но, если у вас кожа сухая, и у вас бывает высыпание, то тоже запросто его можете попробовать, оно абсолютно не будет пересушивать, является очень мягким. Когда готовилась к этому видео, очень хотела вам показать вот это средство для умывания. Вы уже не первый раз видите его на моем канале, оно было в фаворитах, по-моему, зимы прошлого года, и когда я делала обзор на этот совершенно какой-то маленький бренд из Латвии. Я с удовольствием пробовала и до конца, как вы видите, использовала вот это вот средство для очищения, но когда зашла на сайт, чтобы посмотреть, сколько оно сейчас стоит, какую дополнительную информацию, поняла, что его уже нет в наличии. Бренд этот называется Saapio, и называется он Anti-Acne Purifying Face Cleanser. Это серия против акне, но здесь нет, например, салициловой кислоты или каких-то таких типичных, что ли, ингредиентов, которые используются в средствах против акне. У этого средства была такая совершенно необычная и очень приятная к использованию текстура, она больше похожа была на желе. В прошлый раз мы говорили о том, что гели очищающие содержат до 50% пава в составе, это достаточно много, поэтому могут кожу переочищать. Но когда вы видите вот такую желеобразную текстуру, то это, по сути, что-то между кремом и гелем, и это отличный вариант, опять же, такой проблемной кожи, склонной к акне и более жирной. Потому что, с одной стороны, эти средства не будут давать сильную пенку, как гели, но при этом в них нет такого, что ли, маслянистой составляющей, да, увлажняющей составляющей, как в кремообразных средствах. Увлажнение здесь будет от таких не маслянистых, как я уже говорила, ингредиентов, как, например, мочевина или углеводный такой комплекс, который очень схож с нашим натуральным увлажняющим фактором. Ну и павы здесь, конечно, очень мягкие, два не иногенных и один амфотерный, поэтому, если вы где-то найдете этот продукт, то очень рекомендую. Я с большим удовольствием его использовала и в утреннем уходе тоже. Но отличной заменой этому средству от Saapia будет, мне кажется, вот такой очищающий гель, а вернее, желе такой очищающий от бренда Crave Beauty. Он называется Matcha Ham Hydrating Cleanser. Для меня это новинка, я пользуюсь им не так давно, но мне очень нравится его текстура. И вот это средство дает небольшую пенку. Мы так постепенно с вами переходим от совсем кремообразных средств к пенищимся, но напоминаю, что все они очень мягкие для нашей кожи. На сайте указано, что пиечь его 5-6, ставим галочку, хороший, отличный, сбалансированный пиечь очищающего средства. В этом средстве 4 пава, но один из них находится в начале списка, то есть на него такая основная очищающая нагрузка ложится. И это амфотерный пав, который называется Coco Bitain. Я уже о нем говорила. Он является очень мягким для нашей кожи. К концу списка есть еще такой анионный пав, он считается более жестким, но его очень мало, и он как раз-таки дает вот эту совсем небольшую пенку. Из дополнительных полезных ингредиентов здесь в основе идет вода, зеленого чая, и поэтому, собственно, называется Matcha. Есть еще глицерин, несколько масел и пантенол. В принципе, думаю, что это средство достаточно универсальное. То есть действительно подойдет для разных типов кожи, но если вы знаете, что у вас ну очень сухая и склонная к сухости кожи, то думаю, что вам лучше подойдут такие кремообразные текстуры, о которых я говорила раньше. Но для всех остальных и для проблемной кожи, и, возможно, чувствительной, раздражительной, тоже могу его рекомендовать, особенно если вы любите немножко пенки в очищающем средстве. Ну и говоря о пенках, конечно, не могу не показать вам любимое средство от бренда IUNIQ, которое называется Centella Bubble Cleansing Foam. Это очень жидкое такое средство, практически водичка, то есть мы знаем, что масел здесь не в составе, и при этом есть такая специальная вспенющая помпа. Печет два средства 5,5-6, что, опять же, очень хорошо для микробиома нашей кожи, не будет переочищать кожу. При этом, конечно же, это средство больше направлено на успокоение кожи. Первый же ингредиент здесь вода Centella Азиатская, и мы знаем, что это замечательный, успокаивающий ингредиент. Прямо действительно с удовольствием рекомендую для чувствительной и раздражительной кожи, в том числе для кожи с розацией. Здесь есть и ромашка, и лакрица, опять же, дополнительные ингредиенты, которые, ну, немножко успокаивают кожу. Есть глицерин для увлажнения, и также есть еще небольшое количество чайного дерева, но именно воды чайного дерева, а не масла. Здесь находятся три пава, один ампатерный, мягкий и два анионогенных, которые дают ту самую пенку, но это такие павы нового поколения, они идут в соединении с аминокислотами, это уже такие детали, но чтобы вы знали, что такие павы, хоть они и дают пенку, но считаются очень мягкими, из-за как раз-таки этой формулы. Я этой пенкой, кстати, с удовольствием пользуюсь в утреннее время, сейчас, зимой, и иногда еще использую вечером на втором этапе очищения. Средство, опять же, очень универсальное, но скорее больше пользы от нее будет тем, кто не хочет такого увлажняющего, что ли, очищения, да, потому что здесь нет масел в составе, она будет очень хорошо очищать, успокаивать, опять же, вот эта вода чайного дерева отлично подходит для такой, чуть более проблемной, что ли, кожи. Последнее средство на сегодня совершенно случайно попало в сегодняшнее видео, потому что совершенно недавно я его для себя открыла. В одном из бьюти-боксов, по-моему, это был адвент-календарь от Look Fantastic, мне попался вот такой очищающий крем от бренда Kate Somerville. Полностью он называется Goat Milk Moisturizing Cleanser, то есть это такой увлажняющий, очищающий крем, и он является достаточно популярным, в всяком случае, в Америке. Я использовала его практически до конца и поймала себя на мысли о том, что с удовольствием пользуюсь им именно в вечернее время. Он далеко не убеджетный, у меня здесь небольшая упаковка, но обычная стандартная упаковка стоит где-то 44 доллара, что для очищающего средства достаточно много, на мой взгляд. Но если у вас есть бюджет и вы хотите порадовать себя, возможно, каким-то мягким, увлажняющим, очищающим средством, то это отличный вариант. Я измерила pH этого средства, он получился где-то от 5 до 6, что, опять же, очень хорошо для очищающего средства, и здесь есть несколько мягких павов в составе. Здесь есть один анеонный и два амфотерных пава, то есть два мягких и один более жесткий, но условно, да, все-таки это не сульфаты, которые имеют высокий раздражающий потенциал. Но вот эти пенищиеся павы здесь очень хорошо сбалансированы такими увлажняющими и смягчающими компонентами. В первую очередь, это несколько масел, здесь есть бисаболол, это главный ингредиент, такой активный ингредиент, что ли, экстракты ромашки, есть также сок алоэ. На удивление, мне еще очень понравилась обдушка у этого средства. Обычно люксовые продукты, в люксовых продуктах находится, ну вот прям такой тяжелый парфюм, но в этом она деликатная, она искусственная, конечно, но она приятная и мне очень нравилось им пользоваться. Сказала вам, что это было последнее средство, но еще хочу буквально пару слов добавить про вот это средство от бренда тоже CeraVe, которое называется Hydrating Cream to Foam Cleanser. Это новинка, которая превращается из крема в пенку. Я сегодня говорила о непенищейся версии от этого бренда, но вот это мне тоже очень понравилось, просто по сравнению с той, конечно, это чуть больше будет очищать. Не могу сказать, что она пересушивала кожу, мне наоборот она понравилась, как вы видите в этой пустой баночке. Я с удовольствием ее еще раз повторю, но все-таки, если у вас сухая кожа, то, конечно, пробовать лучше тот вариант не пенищейся. За счет того, что здесь есть пенищаяся пава, она будет очищать чуть больше. Но если сравнивать с вот этим, то здесь форма геля, павов достаточно много, сейчас я ее убрала, потому что мне немножко это средство переочищает кожу. Поэтому, если вы хотите что-то между пенкой и кремом очищающим, то вот это отличный вариант, с удовольствием рекомендую. Не забудьте посмотреть вот это видео о том, как правильно умываться и подобрать средства по типу кожи. Надеюсь, что сегодня вы для себя что-то новое узнали. Спасибо, что были со мной, но до встречи в новых видео. Пока-пока!